Тему моей сегодняшней лекции это музыкальная традиция горы Афон. Есть ли кто-нибудь из присутствующих, кто не знает или совершенно не слышал о горе Афон? Я хочу разделить эту лекцию в четыре секции, которые представляют четыре этапы музыкальной традиции горы Афон. Эту лекцию я хотела бы разделить на четыре части. В каждой будет представлен один из четырех этапов музыкальной традиции горы Афон. Первый, основной характеристикой которой является копирование, охватывает десятые и двенадцатые века. Монахи-святогорцы включали в рукописи музыкальные творения, унаследованные от доафонских религиозных центров, как монашеских, так и немонашеских. На этом первом этапе мы не находим никаких свидетельств новой музыки, написанной на горе Афон. Историки музыки благодарны афонским переписчикам за их труды, благодаря которым нам стали известны самые ранние памятники византийских гимнов с нотацией. Второй этап с тринадцатого по пятнадцатого века знаменует собой закат византийского периода и в то же время эру рассвета культуры и художественного творчества. Это было так называемое палеологовское возрождение. Музыка внесла свой вклад в это возрождение. И афон стал считаться не столько центром, сохранившим старые музыкальные традиции, сколько местом дававшим умелых музыкантов и композиторов с новым инноваторским стилем пения. Следующий, третий этап, это османский период с пятнадцатого по девятнадцатый века. В этот период наблюдается рост художественного либерализма и введение восточных музыкальных форм в некоторые виды монастырских и городских духовных песнопений. Афонские композиторы вместе со своими коллегами в городских центрах начинают проводить исследования, которые ведут музыку вперед в восемнадцатом и девятнадцатых веках как живое искусство. В конце концов, четвертое период, это последний этап. И, наконец, четвертый период это новое время. С введением музыкальных знаков в 1820 году манускрипты перестали существовать. Стандартный репертуар начал широко распространяться в печатных антологиях, а позднее на компакт-дисках. И элементы западноевропейской музыкальной теории и практики соединились с ранее существовавшими афонскими репертуаром и традициями. История музыки на горе Афон увлекательна и уникальна. Святая гора – это единственное место в мире, которое может гордиться письменной музыкальной традицией, не прерывавшейся более тысячи лет. Монашеская жизнь на Афоне началась в 1963 году. То есть еще до конца первого тысячелетия переписчики уже начали копировать музыкальные манускрипты для совершения богослужений на Афонском полуострове. Мы знаем, что в трех афонских скрипториях, находящихся в Великой Лавре, Ватопедском и Иверском монастырях. И Иверский монастырь – это как раз таки Иверский, а он грузинский. В этих трех афонских скрипториях были созданы манускрипты, с музыкальными знаками еще до первой четверти XI века. Эти манускрипты являются самыми ранними образцами музыкальной нотации как на Востоке, так и на Западе. В настоящее время в афонских монастырях хранится примерно 12 тысяч манускриптов, как музыкальных, так и не музыкальных. Благодаря последним исследованиям в монастырских библиотеках и работе с каталогами собраний можно говорить о том, что 25% этих рукописных книг, то есть примерно 3 тысячи, являются музыкальными манускриптами. Самое большое их количество, может быть 90%, датированы XVI веком и поствизантийской эпохой. Это был пост-бизантийский период, период от Туркских оккупации, и остальные 10% остаются из-бизантийского периода, из-бизантийского периода, из-бизантийского периода. И это эти 10%, которые являются важной основой документации, не только для эволюции бизантийского стиля, но и для эволюции бизантийского нотации, и для эволюции бизантийского литурги. Итак, уже говорилось ранее, что те 90% датированы XVI веком и поствизантийской эпохой, или периодом Туркократии, а остальные датированы непосредственно византийской эпохой, то есть это X-XV века, и являются важным источником документации для исследования развития византийского музыкального стиля, византийской музыкальной нотации и византийской литургии. К настоящему времени музыковеды изучили только 400 афонских музыкальных манускриптов, то есть примерно 13,5% от их общего количества. Безусловно, каталогизировано гораздо больше. Безусловно, каталогизировано гораздо больше. Все хранящиеся в монастырях музыкальных манускриптов выполняется афинским музыковедом Григориасом Стафисом, который недавно опубликовал третью часть запланированного восьмитомника. Конечно, присутствующие в монастырях не представляют весь корпус из них написано на святой манускриптов. Тем не менее, мы не можем предположить что локация из манускриптов represents its original providence. Волюмы могут быть написаны о миграции книг и иконах both to and especially from others. Безусловно, нынешние собрания в монастырях не представляют своего корпуса, написанного на святой горе. Более того, мы не можем допустить, что нахождение манускрипта является местом его происхождения. Можно написать целые тома о миграции книг и икон на Афон и особенно с Афона. Если, например, в Ватопедском монастыре я найду какую-то музыкальную книгу до XI века, то я не могу быть уверен что она именно с этого монастыря. Она могла прийти из Фессалоник, из Киева или с другого монастыря на Афоне. Зачастую манускрипты давались в подарок, поэтому невозможно понять, откуда они. И так называемый исход окончился не так давно с введением таможенного контроля. В прошлом случались весьма значительные утраты. Некоторые потому, что в 1891 году были полностью обжарены в огонь, как и в 1958 году. Вот если мы говорим про утраты, то некоторые из них случались из-за пожара, как это произошло с библиотекой в монастыре Симона Петра, полностью выгоревшей в 1891 году или с библиотекой в ските святого Андрея в 1958 году. И Симона Петра монастырь восстановлен в том числе из-за помощи царя, а скит святого Андрея, это русский скит, у него была великолепная библиотека, которая сгорела, к сожалению. К счастью, пожар 1966 года в Атапетском монастыре пощадил библиотеку, и ни в том числе катастрофическое инферно 1991 не потерял никаких книг. К счастью, пожар 1966 года в Атапетском монастыре пощадил библиотеку, и в чудовищном пожаре 1991 года книги не пострадали. Но случались другие утраты. 50 манускриптов из Великой Лавры сейчас находятся в библиотеке Лауренциана во Флоренции. А 70 других манускриптов с Афона находятся в фонде Куалин французской национальной библиотеки. Максим Грек привёз много афонских манускриптов в Россию. В 1654 Арсений Суханов, русский мальчик, купил 504 манускриптов в Афос. Максим Грек привёз много манускриптов с Афона в Россию. В 1654 году русский купец Андрей Суханов купил на Афоне 504 манускрипта, 400 из которых находятся в синодальной библиотеке в Москве. 148 из них, из этих 400, принадлежали Иверскому монастырю, а 59 – Ватапетскому. Другие афонские манускрипты находятся в британской библиотеке и в дополнительном греческом собрании французской национальной библиотеки в Париже. Очень красивый русский архимандрит Порфирий Успенский, который потом стал митрополитом Киев, не только убрал целые манускрипты, но и убрал декоративные и манускрипты из других. Яркая личность, русский архимандрит Порфирий Успенский, позднее митрополит Киевский, не только выкрал ценные манускрипты, но и вырезал из других буквиц и миниатюры. Итак, первый этап – это копирование музыкальных манускриптов на Афоне с X по XII века. И здесь мы можем видеть таблицу этих манускриптов. Самая большая библиотека находится в Великой Лавре, и в ней хранится около двух тысяч манускриптов. Из них около шестисот написаны до 1500 года. Среди них некоторые из старейших памятников византийского пения, которые поныне существуют. Есть известный манускрипт Лавре Бета 32. Эта книга содержит самый ранний манускрипт, который дошел до наших дней – утренний. И благодаря Порфирию Успенскому две страницы из них находятся в Санкт-Петербурге. Есть два манускрипта Гамма-12 и Гамма-67. И два манускрипта Гамма-12 и Гамма-67 – самые ранние музыка Великого Поста и времени от Пасхи до Троицы. Все они датированы Десятым веком. К Лаврским манускриптам 11 века относятся Гамма-72 и Гамма-74. Мы знаем имя переписчика этих манускриптов. Он называл себя Смиренным Антонием. И Лавра Дельта 11 – это просто фрагмент. Есть ирмология конца 13 века Дельта 35 и большая группа антологий 14 и 15 веков. Большая часть этих манускриптов была написана на горе Афон. Мы знаем это, потому что переписчик указывал, в каком монастыре был написан тот или иной манускрипт. И, скорее всего, большая часть манускриптов была написана в лавре, в самой лавре, которая находится. И, скорее всего, шесть листов из лавры Гамма-67 были вырваны и привезены в Шартр полем Дюраном. Библиотекарем и директором местного музея. В одном из этих листов есть очень важный список 10 века с музыкальными символами и их наименованиями. И, в общем, удача улыбнулась нам, что эти шесть листов были частично сфотографированы. и частично переписаны от руки в 1912 году. 1912 было 32 года до 26 мая 1944 года, когда во время бомбардировки Шартра союзниками была уничтожена Библиотека. То есть не только город был разбомблен, но и библиотека муниципальная. А вместе с библиотекой уничтожены те шесть листов, которые были сфотографированы и скопированы, у нас они есть. Таким образом мы знаем названия и формы тех музыкальных знаков, которые сохранились. Ватопедий манискрипт 1488 comes from the first half of the 11th century and it has been published in facsimile by a Danish school. Which manuscript? Ватопедий 1488 был опубликован из манускриптов Ватопедского монастыря для Великого Поста. It's in a Danish... ...and on находится в датской издательской программе, в датской издательской программе Monumento Muzicae Byzantinae. Also that's true of a 12th century Hermologion from Iveram, which is Iveram 470. That has also been made a facsimile. Да, и то же самое можно сказать и об армологии XII века из Иверского монастыря МС, манускрипт номер 53. Подождите, 53, is that the S? That was S hidden in a 54, right? 53, you said? Yes, it should be 53. 53, 53 должен быть. Oh, there is a 53 and a 54. So 53 is the Hermologion, and the Triodion is 54, is the Hermologion, and 53 is the Triodion. 53 is the Triodion, and 54 is the Hermologion. The Serbian monastery, Hilandar, has two early Slavonic manuscripts, numbers 307 and 308. And they belong to the early 11th century. Both of them are also available in modern facsimile. И они имеются в виде современных facsimile. Now, manuscript St. Petersburg, 789, was written at Vatapedi. Manuscript St. Petersburg, 789, был написан в Vatapedi. And we know the scribe's name, it was Antznes, and he wrote it on the 3rd of May, 1106. И мы знаем имя переписчика, написан монахом Анфисом, 3 мая 1106 года. So that, those Slavonic manuscripts, sorry, the St. Petersburg manuscript, is the earliest dated manuscript that we have for Byzantine. It is important as these athenite sources are for the early history of music writing. It is certainly not the case that the musical notation originated on Mount Athos. Excuse me, could you repeat that, please? So, эти афонские источники важны для ранней истории записи музыки, но это не означает, что музыкальная нотация появилась на горе Афон. Because by 963, which is when monasticism began on Athos, by then, we know that there already existed two independent systems of music writing. Мы знаем, что к 963 году уже существовали две независимых системы записи музыки. A simple type that was most likely created in Palestine early in the 9th century. Простое, скорее всего, созданное в Палестине в начале 9 века. Probably under the influential monastery of Mar-Saba. По всей вероятности, во влиятельном монастыре Савы Освященного. And for a more complex variety of a later origin that was used in urban ecclesiastical centers like Constantinople and Thessaloniki. It's very interesting to note that around the year 860, when the brothers Kirill and Befody, the apostles of the Slavs, set out from Thessaloniki on their missions to Moravia, they took with them a primitive form of this urban notation that we find in the earliest slavonic musical manuscripts. So, if they took books with them, and we think they did, they would have been books with the same notation as the Hilandar Slavonic manuscripts. So, once again, we have two systems of writing in the 10th century. One is simple, probably from Palestine, one is a bit more complex from Constantinople. The one in Palestine would have come from Mar-Saba monastery, and the one in Constantinople from many monasteries that were in the capital. So, if we look at it, Gamma, it's a bit more complex. Probably the Studai monastery. The Studai monastery. So, if we look at it, Gamma 67, Gamma 12, Gamma 72, Gamma 74, and Beta 32 are all from the 10th, 11th centuries, and they all use the more complicated urban notation. And all of them were written at the Lavra. Vatopedi 1488 was written in the first half of the 11th century at Vatopedi. It's the oldest and the most celebrated of the 350 manuscripts at that monastery. What's interesting about this manuscript is that half of it is written in the simple style of notation, and half of it is written in the complex style, in the same book, by the same hand. So, what we imagine is that the copy, the scribe who was copying, had two exemplars. One was from the old, and the other was from the simple, and the other was from the complex. So, he didn't have any choice. He had to put both together in his new book. And so, in this way, we are able to compare the two notations and learn a lot about them. For example, we could have the same hymn in one part of the book, and then in another part of the book, the one with the simple and the one with the complex, but it was the same tune. So, by using these examples, we are able to interpret the old, simple notation, because we had the new, more complex one, to give the same tune. There is something else very interesting about Vatopedi 1488. It has some information about some very rarely used services. One of them is called Pedelavium. This is the service commemorating the washing of the feet by Jesus of the disciples. On Holy Thursday in Jerusalem, even today, the twelve bishops come up, and the patriarch washes their feet, and it's a special service in the service books. If I'm not mistaken, I think Patrick Kirill also has this service. And I think it's in every seminary as well. And in the parishes as well. And in parishes. Oh, it's catching on. It's catching on. It's pretty good. Now, all this talk about manuscripts and pages, and all this talk about notations, it tells you something about historians of music. About how historians of music work. They are very, very careful, and they go to great lengths to discover as accurately as possible the dates of surviving musical manuscripts. Why do they do this? They want to have a secure chronology. They want to have a secure chronology. With a secure chronology you can classify the documents and group them together into families. If you have a secure chronology, you can follow the evolution of a style. Symbols in later manuscripts often clarify ambiguities in earlier manuscripts. And so by comparative analysis scholars are able to come to important conclusions about Byzantium's unique and influential musical tradition. And here precisely is where the productions of the Athenite scriptoria are immensely important. They provide the musicologists with the best documents for this kind of investigation. And so, as you can see, the most important of the early musical manuscripts come from the monastic libraries of Mount Athos. And, as we can see, the most important of the ancient documents of Byzantium is found in Byzantium. Or they first appeared on the monastic piper. It's interesting also to hear, to know, what was happening in the monasteries that were before Athos, in the Egyptian desert, for example. Because what happened in the Egyptian desert was carried, not perfectly, but was carried also to Athos. Monasticism in Egypt, what began in the fourth and continued through the fifth and sixth centuries. That's three hundred and more years before monasticism on Athos. In the morning twelve psalms and two readings were used. Why did they choose the number twelve? Well, there's a story in the writings of Cassian from the early fifth century. And this story explains how the monks agreed on the number twelve as suitable for morning and evening sounds. It seems that one day, as the monks were discussing the matter, evening arrived before a solution had been reached. And since the time for the evening service had arrived, all returned to the church to celebrate it in common. And from the middle of the group one monk stood up and sang eleven psalms and then finally a twelfth with hallelujah between the verses. Then this monk just disappeared. So the fathers agreed that this was a divine intervention and put an end to their controversy. So the fathers agreed that this was a divine intervention and put an end to their controversy. And we today need such interventions to solve our controversy. So from that time on, the length of the community gatherings was established as twelve psalms in the evening and twelve psalms before daybreak. Such as the account in which Cassian tries to explain the origin of the Egyptian services. And ever since then the norm of psalmody has been called the rule of the angel. And whether this explanation is true or legendary, the norm of twelve psalms nevertheless prevails, not only in the Egyptian monasteries, but also beyond the desert, especially on the holy mountain. In the Athenite monasteries, psalms were sung by a soloist, who intoned the verses slowly and in a loud voice. The monks were seated on the ground or on small stools because they were weakened by fasts and other austerities. And in our books today we see kafisma, sit down, sit down, and meant on the floor. And we have stasis for standing up. So stasis for standing up and kafisma for sitting down. They listened and meditated in their hearts on the words which they heard. They listened and meditated in their hearts on the words which they heard. Now, in the early period, the monks didn't care which psalms were being sung. They did all the psalms in order of the book. That means to say, if it was morning and the psalm was talking about the evening, that didn't matter. Or if it was evening and the psalm was talking about the morning, that doesn't matter. They were just doing psalms. Because the primary purpose of the monastic services was meditation. The psalms were sung in a meditative way and in numerical order. The early services on Athos were marked by a lack of ceremony. The early services in Athos were characterized by very little ceremony, speaking, but not actions. By about the 12th century, the situation changed. They still kept the number 12 for psalms. They still kept the number 12 for psalms. And two readings from the Bible. But they didn't do the psalms in order of number. They were selected particular psalms to be for the time of the day. And if it was a special feast, they would choose the psalm that predicted this feast. And there were also some more ceremonies than in Egypt. For example, lighting lamps. And also using incense. And also using incense. Ladan. Ladan. Еще раз? Ladan. 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 Псалмы пела не только солист, они уже исполнялись в ответной или антифонной манере. Община пела припев после стихов Псалма. Именно таким образом в общем богослужении могли бы участвовать все и для личных размышлений места уже не оставалось. У меня еще очень много чего сказать, но я уже говорил целый час и хотел бы узнать ваше мнение. Есть ли у вас какие-то вопросы? Это простая нотация. Потому что у них только очень простые строки, дочки и курсы, которые могли бы представить многих нотаций. Даже если у них есть один марк, то у них есть целая фраза. Таким образом, это была спинографическая нотация. Таким образом, это старый тип. Это ранний тип? Симпл маркс... Я не успеваю просто переводить, потому что мне это... Да, я хотела сказать, что профессор сейчас показывает пример простой нотации. И почему она простая? Потому что здесь точки, черточки, то есть простые символы. То есть есть один знак и простые символы. Это пример ранней нотации, да? Это... 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 .. Это... Еще одно название этой нотации было адэмэмуар, что означало то, что эта нотация адресовалась тому человеку, который мог её прочитать. То есть тот уже знал, уже знает её и, соответственно, может прочитать. То есть тот человек который не знал о ней, он не сумел бы прочитать. Спасибо.